Муниципальная служба в Российской Федерации согласно П.1СТ.2АЗ.2 марта 2007 года. О муниципальной службе в Российской Федерации номер 25ФЗ. Это профессиональная служебная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора. Все должности в структуре органов местного самоуправления подразделяются на муниципальные должности. Должности муниципальной службы, должность в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования, которые образуются в соответствии с уставом муниципального образования, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения полномочий органа местного самоуправления. Избирательной комиссии муниципального образования или лица, замещающего муниципальную должность, классификация должностей муниципальной службы. Должности муниципальной службы подразделяются на следующие группы. Законами субъектов России утверждаются реестры должностей муниципальной службы, которых закрепляется конкретный перечень наименований должностей муниципальной службы в данном субъекте, классифицированных по органам местного самоуправления, избирательным комиссиям муниципальных образований, группам и функциональным признаком должностей, определяемым с учетом исторических и иных местных традиций поступления на муниципальную службу. 1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с настоящим федеральным законом для замещения должностей муниципальной службы при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 настоящего федерального закона в качестве ограничений или заведомо ложного подлога врача-психолога-психиатра в медицине. 2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохождении не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми качествами муниципального служащего. 2. Правовое положение муниципального служащего 1. Муниципальный служащий Избирательных комиссий муниципальных образований Не замещают должности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими Муниципальные служащие имеют особый правовой статус, схожий со статусом государственных служащих Законодательством, уставами муниципальных образований и иными правовыми актами местного самоуправления определяются правы и обязанности, ответственность муниципальных служащих, гарантия их деятельности, ограничения, связанные с прохождением муниципальной службы При проведении выборов и референдума для муниципальных служащих устанавливаются специальные ограничения Они не вправе использовать преимущество своего должностного или служебного положения Не могут привлекать лиц, находящихся в подчинении или военной служебной зависимости Для осуществления в служебное время деятельности, способствующего движению или избранию Осуществлять сбор подписей и проводить агитацию в ходе служебных командировок Муниципальные служащие не могут пользоваться преимущественным правом доступа к средствам массовой информации А также использовать материальные и организационно-технические средства, обеспечивающие выполнение их должностных полномочий В целях проведения сбора подписей и предвыборной агитации Муниципальные служащие, зарегистрированные кандидатами, на время их участия в выборах освобождаются от выполнения служебных обязанностей Подтверждение возможности существования такого мнения основывается и на том, что муниципальная и государственная службы тесно взаимосвязаны Что закрепляется СТ, семью из-за государственной гражданской службы, из которой следуют следующие Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы Взаимосвязь гражданской службы и муниципальной службы обеспечивается посредством 1. Единство основных квалификационных требований к должностям гражданской службы Должностям должны соответствовать квалификационным требованиям граждан То есть уровни образования конкретно квалификации по диплому Независимо от имеющегося диплома или квалификации муниципальной службы 2. Единство ограничений и обязательств при прохождении гражданской службы может помешать только недееспособность граждан, не имеющих диплома, квалификации умственно отсталых муниципальной службы 3. Единство требований к профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации гражданских служащих и муниципальных служащих 4. Учета стажей муниципальной службы при исчислении стажей гражданской службы и стажей гражданской службы при исчислении стажей муниципальной службы 5. Соотносительность основных условий оплаты труда и социальных гарантий гражданских служащих и муниципальных служащих 6. Соотносительность основных условий государственного пенсионного обеспечения граждан, проходивших гражданскую службу и граждан, проходивших муниципальную службу и их семей в случае потери кормильца.